Основной деятельности это пчелопосла. Но мне два года просто не дают, меня травят. История с массовой гибелью пчел вот уже несколько лет объединяет многих пасечников края. Только по официальным данным за последние три года в регионе пострадали и погибли 7 тысяч пчелосемей. В прошлом году реальные случаи пчеломора зарегистрировали в 16 районах края. О последних подсчетах рассказал один из владельцев пасек. У него из 20 пчелосемей в этот раз перезимовала только одна. Такого печального опыта за 6 лет пчеловодства, говорит, не было. У меня одна семья перезимовала. Все остальные перед зимой у меня пустые улья были. Все погибли. Один вот у меня рой зашел, я его под сугроб закрыл, все, они перезимовали. А вот все, что у меня на тачке были пчелы, у меня ни одной семьи нет, не осталось. И причина, жалуются сами пчеловоды, очевидно. Фермеры обрабатывают поля химикатами, а страдают насекомые. Эту проблему обсуждали сегодня на региональном научно-практическом семинаре. О том, как ее можно решить, высказались сами пасечники. На данный момент мне известно то, что я понял за эти годы, сколько мы стояли, допустим, на рапсе. Если фермер до цветения провел все плановые обработки рапса системными препаратами, до цветения, до периода футернизации, то есть только первый кусочек появился на рапсе, вот должны последние обработки пройти. Кроме того, применять можно и менее токсичные препараты, а не первого и второго класса опасности, как говорят пчеловоды. Но почему-то фермеры любят перестраховываться, а некоторые еще и травить свои поля днем, что по закону запрещено. К тому же растеневоды обязаны предупреждать о ближайшей обработке полей, на что пасечники сдаются вопросом к законодателям. Знаете, такой вопрос. Вы учли расстояние до пасек и все остальное, а вы не брали во внимание то, что у нас большая часть стационарных пасек, и пчеловоды, ну, физически невозможно им уехать. Вообще в отношениях между фермерами и пчеловодами много моментов, которые не урегулированы законом. Их-то и просят решить владельцы пасек, чтобы хоть что-то предъявить фермерам в случае гибели пчел. Однако, как говорит замминистра сельского хозяйства, в этом вопросе не все так однозначно. Сколько у нас было случаев, мы опять же это документально зафиксировали. Когда приезжает фермер к пчеловоду, говорит, у меня, значит, энтомологическая ситуация на полях такая, что я через три дня буду обрабатывать поле пестицидами такого-то класса опасностей. Можем потравить пчел. Пожалуйста, убери пасеку. Может, тебе помощь нужна? Нет, ничего не надо, я сам справлюсь. Значит, и потом пчеловод думает, справлюсь, не справлюсь, пронесет, не пронесет. Короче, закрыл литки, передержал пчел один день, а потом взял и выпустил их. Ну, они, естественно, погибли все. И вообще, предложил замминистра решать многие вопросы аграриям и пчеловодам нужно просто. Садиться с ними за стол, брать бутылку, врезать сало. Они говорят, слушай, друг, давай, понимаем, у нас. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.